Протесты в Шри-Ланке не утихают с мартом. 9 июля тысячи людей присоединились к протесту с требованием отставки президента Гатабая Раджапакса. Накануне власти пытались объявить комендантский час, чтобы избежать протестов. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Протестующим удалось прорваться в правительственный квартал, а затем и в резиденцию президента. Сам Гатабая Раджапакса уехал из президентской резиденции еще 9 июля вечером. И его точное местоположение неизвестно. Он уже заявил, что подаст в отставку 13 июля. Свою должность покинет и премьер-министр Ранил Викрам Синкхе, который занимал ее лишь два месяца. В мае с нее был вынужден уйти старший брат президента Махинжа Раджапакса. Семейство Раджапакса по сути контролировало филустрому. Когда президент был один Раджапакс, затем его брат был министром обороны, он стал затем следующим президентом. Тот, который был президентом, стал премьер-министром. Еще в правительстве, если не ошибаюсь, было два их брата министра. И еще одним министром был сын уже нового президента. Экономическая ситуация в Шри-Ланке крайне тяжелая. Запрещена продажа бензина частным лицам, закрывают школы, не хватает собственного продовольствия и нет денег на его покупку за рубежом. Внешний долг Шри-Ланки уже превысил 50 миллиардов долларов, а в прошлом месяце инфляция перевалила за 50%. Власти обвиняют в кризисе пандемию COVID-19, которая подорвала туристическую отрасль. Один из важнейших источников дохода страны. Шри-Ланка не развивала собственную промышленность, не развивала экспортные направления для того, чтобы иметь устойчивую экономику. Они во многом зависели от туризма. В результате коронавирусных ограничений и в результате падения авиаперевозок, которые начались еще два года назад, они столкнулись с огромным дефицитом бюджета. Правительство островного государства кредитовалось у соседей Китая и Индии. Кредит давались, но они не возвращались, а возвращались путем отдачи актива в стране. Население от этого особо ничего не получало. И, как показывает премьер сотрудничества с Китаем, не получалось вернуть, поэтому отдавали буководные порты. На ухудшение ситуации в стране повлияла и развязанная Россией война в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин. С ним согласны и эксперты. Из-за войны России против Украины в мире создается дефицит продовольствия и растут цены на продовольствие. И мы сейчас таких, если не будут разблокированы украинские порты, и западные страны наконец не введут комбой для вывоза, ну, в Одесскую область в первую очередь, для вывоза украинского зерна, то таких переворотов мы будем и нестабильности будем видеть очень много в мире. В Шри-Ланке проживают 22 миллиона человек. Многие пытаются сбежать с острова в Плайв, чтобы добраться до Индии. А госслужащим государство предложило неоплачиваемый отпуск для того, чтобы они могли поехать на заработки за границу. Елена Михайловская, специально для информационного марафона Freedom, телеканала Юэй.